Иркутская область 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 Собственно, когда уже убегать Начал снова за домом управления Услышал выстрелы Первый выстрел был мимо Второй выстрел уже был по мне То есть попало в локоть И попало в заднюю часть Я бегом за угол И там скрылся Там девчонки, которые стояли У меня там повреждения снимали На мой телефон На всякий случай вдруг То есть да, оказали помощь Соседи рассказывают, что 41-летний мужчина Страдал от наркозависимости И ранее был судим Последнее время сидел дома Год не выходил на улицу Сразу после начала стрельбы В дежурную часть межмуниципального образования Стали поступать сообщения от местных жителей К дому номер 19 Прибыли силовые подразделения Военной полиции и Росгвардии Незамедлительно выехала Следственная оперативная группа Группа быстрого реагирования Сотрудники подразделения Росгвардии Чит-адрес своевременно был блокирован В результате переговоров Подозреваемый выкинул оружие Сотрудниками специального подразделения Росгвардии В дальнейшем был обезврежен Сейчас стрелок доставлен в отдел полиции Следственный комитет возбудил уголовное дело Олег Федоров, Константин Синицын Новости сейчас Водитель автомобиля Ford Focus Который сбил девятерых полицейских Арестован по решению суда ЧП произошло в областном центре Ночью 29 июля В полицию обратился иркутянин Сообщил, что его знакомый после отдыха на берегу Забрал его машину Toyota Fielder Разыскиваемый автомобиль Попытались остановить сотрудники ДПС Но водитель попытался скрыться Началась погоня После стрельбы по колесам Злоумышленника удалось остановить На подъезде к мосту через Иркут Но на этом все не закончилось Пока полицейские оформляли необходимые документы На месте задержания Девять офицеров Сбил водитель другого автомобиля Ford Focus Находящийся за рулем 28-летний мужчина В состоянии алкогольного опьянения Явно не ожидал встретить на своем пути Такое количество экипажей В результате ДТП Повреждено 6 автомобилей 4 из которых служебные Трое полицейские госпитализированы Кроме того возбуждено уголовное дело И в отношении мужчины Который угнал у знакомого автомобиля Toyota Fielder Ему грозит до 5 лет лишения свободы А вот какое наказание ждет водителя Ford Focus Пока неизвестно Крупное ДТП на Степана Разина В областном центре мусоровоз Въехал в дом Никто не пострадал Водитель спецтехники Оделался ушибом Однако сотрудники магазина На некоторое время Оказались блокированы в помещении Кроме того Проезжая часть была усыпана мусором ДТП также стало причиной Дорожного затора Было нарушено движение трамваев Автолюбители объезжали пробку По встречной полосе Последствия аварии устраняли В течение нескольких часов Угнанная 15 лет назад Во Владивостоке Toyota Karina Обнаружена в Иркутске Сотрудники Национального бюро Интерпола Главного управления МВД России По Иркутской области Вместе с иностранными коллегами Выяснили темное прошлое Пяти автомобилей Так был найден Land Cruiser Сотой модели Пропавший 10 лет назад В Санкт-Петербурге Кроме того В Иркутске С перебитыми номерами Узлов и агрегатов Обнаружена угнана В ангарске Toyota Alex И похищенный В одном из районов Областного центра Кроссовер Toyota RAV4 Законом у хозяина Будет возвращена Toyota Allion Ее в 2011 Украли у жительницы Города Черемхова При Ангаре Занимает лидирующая позиция По обнаружению Ранее угнанных автомобилей С начала года Сотрудниками Интерпола К другим темам На проблемы детства Направили свое внимание Депутаты второго созыва Законодательного собрания Иркутской области Об этом сообщил Председатель регионального парламента Сергей Брилка Он также рассказал Что более 200 законов Принятых депутатами Касались исключительно Социальные сферы Подробностью Мои коллеги Галина Соболевой Дети в Иркутской области Имеющие право На бесплатное питание В школах Будут получать Не менее 30% Суточной нормы Питательных веществ Это одно из важнейших Решений областного парламента Второго созыва В новом учебном году На питание каждого Бесплатника Из бюджета области Будет выделяться От 57 до 72 рублей В зависимости от возраста Ребенка И территории проживания У нас было 15 рублей Это вообще была смешная цифра На которую можно Накормить было детей Мы сказали нет Мы цифру будем не устанавливать Значит вы Работники образования Здравоохранения Люди которые имеют К этому отношение Профессионально Должны рассчитать Сколько такое питание Должно стоить И кормить детей В школах Бесплатное питание Положено детям Из малообеспеченных И многодетных семей Вне зависимости от того В какой школе Учится ребенок Государственный Или частный Это нововведение 2018 года Обратили внимание Региональные парламентарии На другой аспект Здоровья школьников У большинства подростков При окончании Учебных заведений Диагностируют сколиоз Ухудшение дыхательных функций И зрение Для решения проблемы В два раза Увеличили финансирование Спортивной сферы Заставили Бесплатно Ребятишек Принимать В команды В клубы И заниматься спортом Естественно Очень много Внимания уделили Я думаю Что это только начало Развития Инфраструктуры Спорта У нас появилось Очень много Спортивных площадок Тотально повторяю Строим Будем продолжать Строим В планах Это есть Так на развитие Физической культуры В 2018 году Было выделено Почти 2 миллиарда рублей За последние 3 года Построены стадионы В Саянске И у Соли-Сибирском Сданы в эксплуатацию Три бассейна Отремонтированы Спортзалы В 36 сельских школах Кроме того В распоряжении детей Теперь более сотни Хоккейных кортов И спортивных площадок Галина Соболева Николай Крупченко Новости сейчас О других итогах Работы депутата 2-го созыва Законодательного собрания Иркутской области Поговорим со спикером Парламента Сергеем Брилкой В программе Регион Почему было принято решение Большую часть средств бюджета Направлять на социальную сферу Что позволило ежегодно Выделять миллиард На объекты образования И здравоохранения Какие меры поддержки Получают пожилые жители области Не пропустите программу Регион 31 июля В 18.20 На телеканале АЭС 8 тысяч мальков Хариуса Выпустили в Ваку Акция Наполним водоемы жизнью Прошла в Иркутской области За Байкальском крае И республике Вурясин Зарубление водоемов Организовала Байкальская Межрегиональная Природоохранная прокуратура В Приангарии К акции Присоединилось Предприятие Саянский пласт Таким образом Промышленный гигант Возвращает долг Природе Все подробности далее В этих мешках Тысячи мальков Хариуса Ожидают выпуска В большое плавание Вес одной такой рыбки Около двух граммов Этим особям Всего два Два с половиной месяца Акцию по выпуску мальков Организовала Байкальская Межрегиональная Природоохранная прокуратура Это делается Для восполнения Запасов ценной рыбы И сохранения Ее популяции К сожалению В частности В реке Ака Которая подвергалась Очень серьезному Промышленному воздействию И понесла Довольно серьезные Такой урон На сегодня То, что происходит Вообще вызывает Огромную радость Численность рыбы Растет не только в Аке Но и в Байкале В Ангаро-Байкальском Водном бассейне Сегодня вклад в дело Восстановление популяции Внесли сотрудники Предприятия Саянский импласт Конечно мы как промышленные Предприятия Потребляем большой Прием речной воды Сбрасываем конечно Очищенную воду Но все равно Это определенное влияние Оказывает И наша сегодняшняя акция Это какая-то компенсация Тому влиянию Которую промышленные предприятия Малая правда Оказывает на реку Ока Здесь для новоиспеченных Обитателей Хорошие условия Летом температура воды Колеблется около 19 градусов Слишком высокой температуры Хариус не выдержит Через 2-3 года Эти мальки превратятся В товарную рыбу Галина Соболева Новости сейчас Это новости сейчас Мы работаем в прямом эфире 9 сентября Жители Иркутской области Выберут новый состав парламента Мы продолжаем следить За предвыборными баталиями На места в депутатских креслах Сейчас претендуют 9 партий Часть кандидатов пойдет по спискам Часть как одномандатники В числе заявившихся на выборы Несколько сотен человек Кто все эти люди Знакомим вас с ними В традиционной рубрике День выборов И сегодня расскажем О партии Гражданская платформа Общая областную часть списка партий Возглавил Александр Бетаров Политик, занимавший посты В исполнительной и законодательной Власти региона Начиная с 1987 года Может быть опыт И заставил его воздержаться От активного участия В предвыборной кампании Даже в предстоящих дебатах Партию будет представлять другая Чуть менее заметная Политическая фигура Анастасия Егорова В составе депутатского корпуса Отработала два созыва Оба раза была избрана По партийному списку Единой России Теперь же идет От гражданской платформы Поскольку по собственному заявлению Входит в ту самую платформу На которой держится общество Мы представляем интересы Жителей Иркутской области Жителей всего региона Поэтому эти люди Должны быть все-таки С активной Жизненной Гражданской позиции То есть каждый из нас В этом списке Человек, который делает Сегодня что-то уже полезное Для нашего общества Для нашего региона С 2009 года Анастасия Егорова Разрабатывает воспитательные Программы для детей Несмотря на юридическое Образование И работу по специальности В прошлом Третий кандидат В общей областной части Списка Нейрохирург Из Ангарска Артем Дедыкин Главный врач В частной клинике В политике Тоже не новичок Трижды депутат Городской думы Срок полномочий Действующего созыва Истекает в 2020 году Состоит в депутатской Фракции Единая Россия Но вдохновляют его Абсолютно другие идеи Вдохновили прежде всего Независимая позиция В Иркутской области Существует множество Проблем в здравоохранении Это и лекарственное Обеспечение И доступность Качественной медицинской помощи Особенно это касается Социально незащищенных Своев населения Прекращать не собираюсь Я буду на непостоянной Основе работать В законодательном собрании Планирую работать В комитете по здравоохранению Во втором созыве Законодательного собрания Партия Гражданская платформа Получила 4 мандата Два по партийному списку И два по одномандатным округам В этой выборной кампании Надеется как минимум На повторение успеха А если повезет То и на большее количество Депутатских кресел За них поборются 83 человека Лидирующая тройка В общей областной части И 80 человек В 22 одномандатных округах Галина Соболева Николай Крупченко Новости сейчас К другим темам В воздухе Братска Выявлено превышение Предельно допустимой Концентрации угарного газа Напомню Северная столица Страдает от дыма лесных пожаров Которые действуют В соседних регионах Замеры провели сотрудники Центра лабораторного анализа И технических измерений В Центральном и Правобережном районах И там и там Показатели содержания угарного газа Превышены вдвое Однако это не является Чрезвычайной ситуацией Сейчас при Ангаре В зоне космомониторинга Действует 12 природных пожаров Тайга горит на площади В 27,5 тысяч гектаров Реставрация памятника Русско-японской дружбы Так называемого яйца На улице Канадзава Будет завершена до конца лета В последний раз территорию Приводили в порядок Добровольцы из числа горожан 5 лет назад Сейчас памятник Огородили забором Напомню, этот монумент Был установлен в честь Спасения русскими моряками Японского рыболовного судна Которое потерпело Крушение у Алиутских островов В 18 веке В 1994 году По проекту японского скульптора Мимуры Композиция была установлена На пересечении улиц Марата и Канадзава Она состоит из нескольких частей Две его плиты символизируют Два разных народа А выпавшее яйцо Дружбу, рожденную совместными усилиями Отмечу, именно этот элемент Чаще всего страдал от рук вандалов В рамках муниципального частного партнерства В настоящее время Социально активные предприниматели Осуществляют благоустройство Прилегающих территорий А также сферов парков города Иркутска Так, монумент, посвященный Российско-японским связям Выполняется его благоустройство Будет осуществлен ремонт плитки И облицовочного покрытия Срок выполнения работы 31 августа Каждый объект В нашем городе требует себе Всегда внимания В силу необходимости поддержания Его надлежащего состояния Балет «Лебединое озеро» Под открытым небом Смогли увидеть жители и гости Приангарии Его исполнили артисты Московского областного государственного театра Русский балет Прибывшего в Иркутскую область По приглашению губернатора региона Искусством в природных декорациях Наслаждался Евгений Любовников 2018 год стал годом русского балета Частью этого события Стал балет «Лебединое озеро» Проводимый здесь В Тольцах На берегу озера Байкал Все это приурочено К 200-летию Со дня рождения Прославленного Отечественного балетмейстера Мариуса Петипа Который стал основоположником Российской школы балета Русский балет Издавна считается Визитной карточкой Отечественного искусства Так в начале прошлого века Дегельевские сезоны Проводимые в Париже Стали основой Для понимания Загадочной русской души Европейцам Действительно этот размах Это какая-то глобальная ситуация Это не замкнутая территория театра Даже со светом Высвечиваются костюмы Хорошо, красиво видно Но вот именно масштаб всего Того, что происходит на сцене И масштаб той поддержки Которая вот существует вокруг Это бесконечное небо Это вода Это леса Дремучие, вот как в сказке То есть, ну Атмосфера потрясающая Я думаю, что атмосфера здесь Действительно хорошая Потому что Тольцы Это очень творческое место Очень историческое место Где собраны очень многие виды искусства И думаю, что Люди, которые здесь собрались Им понравилось Понравится Музыка Музыка Мы сейчас опробируем возможность Постановки таких действий Не только вот разовых Один, два действия В году, летом Но может быть даже каждую неделю В июле, когда тепло В августе Допустим, вот у нас ангара Можно балет Красавицы ангара поставить Еще что-то другое Конечно, тяжеловато было Все это подготавливать Ну, это оправдывало Посмотрите, какое настроение У наших посетителей Великолепное Очень приятные Очень яркие Очень теплые Несмотря на то, что у нас, конечно же Были сложности с тем, что Очень много пространства И непривычная для нас площадка Но очень теплый зритель Очень теплый прием Это очень у нас вдохновляет Прибавляет силы Мне было очень приятно танцевать На открытом воздухе я уже выступал Но при свете солнца Еще не приходилось Немножко мешало Слепит глаза Это фактически моя родина Я слону, да? Поэтому приятно Земляки фактически Евгений Любовников Константин Синицын Новости сейчас Иркутчанин Роман Зобнин Иркутчанин Федор Кудряшов В составе сборной страны по футболу Были удостоены государственной наградой И почетную грамоту Уроженцам при Ангарии Ручил президент России Владимир Путин Напомню, Роман Зобнин родился в Иркутске Федор Кудряшов из Момакана Подайбинского района Торжественная церемония состоялась В Екатерининском зале Московского Кремля Награды получили 23 спортсмена И 6 тренеров Главный тренер команды Станислав Черчесов Стал кавалером ордена Александра Невского Вратарь Игоря Кенфеев И защитник Сергей Игнашевич Удостоились орденов почета В свою очередь Игроки преподнесли подарок Главе государства Футбольный мяч Расписанную автографами Футболку с 11 номером Мы знаем о результатах Чемпионата мира Знаем, как он шел Как развивался Знаем о результатах И мне, несмотря на отсутствие медали Тем не менее Очень хотелось с вами встретиться Поблагодарить вас За вашу работу За вашу игру Вручить вам непочетные грамоты И государственные награды Хотел бы отметить Что на первом в истории В нашей стране Домашнем чемпионате мира ФИФА Вы выступили ярко Уверенно Проявили сплоченность Волю И упорство Шли к цели Мы видели все это Не жалея себя И то, как вы Реализовали девиз команды Играем за вас Оказалось для болельщиков Даже более важным Чем какой-то Медальный результат И еще о наших успехах Брачанка Ирина Долгова Завоевала серебро Гран-при Подзюдо в Хорватии Соревнования стали Вторым этапом Олимпийского отбора В международном турнире Участвовали более 500 атлетов Из 78 стран Спортсменка выступала В весовой категории До 48 килограммов Она победила соперниц Из Израиля, Украины, Италии и Англии По замечаниям Брачанка Уступила первое место Украинке Дарьи Белодит К слову, Ирина Долгова Стала единственной россиянкой Которая смогла Завоевать медаль На этом турнире Напомню, наши новости Также доступны В социальных сетях У меня же к этому часу Вся информация Оставайтесь на исти До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин